Сегодня я расскажу, как стрелять на РХС технике, в данном случае на русской арте, не по политическому компьютеру, а, как сказать, в зоне прямой видимости. Для этого достаточно подъехать к зоне обстрела на небольшое расстояние. В данный момент у нас получается, что мы находимся здесь, а куда стрелять мы будем полиака. Это примерно километр. Конечно, надо больше, потому что танк может с километра напануть. Но так как я делаю видео, чтобы больше было видно как следует для начала, поэтому я сделал просто пехоту, поставил туда, напротив, и машину. Танк я поставил без экипажа, поэтому довольно просто. Мне будет сдача, мне практически никто не даст. Значит, садимся мы за стрелка, то есть за наводчика. Сели. Вот такой получается у нас прицел. Он не увеличивается, бесполезно просто видеть. Надо заранее знать, где стоят, да. Вот мы видим машину, видим танк. Вот он танк. Мы видим пехоту, группу пехоты. Так, что мы еще видим? Ну, в общем, цели у нас есть. Теперь, есть, значит, стрельба прямой наводки. К чего? Чтобы узнать расстояние до, допустим, этой же машины. Мы нажимаем букву Т. Т. Нажали, значит, до автоваби. Видите, вправо в верхнем углу загорелось, что до машины 702 метра. 702 метра. До людей. До людей у нас 678 метров. Ну, давайте мы, наверное, жахнем сначала. Ну, попробуем по машине. Почему бы нет? Значит, заряжена у нас осколочно-фугасная. 53 ВОВ-27, это основные. Потом я попробовал объяснить, зачем другие нужны снаряды. Ну, давайте будем стрелять сначала прямой наводкой. Чем хорошо прямая наводка? Тем, что скорострельность получается намного больше. И, ну, там людишки стоят. Машина может уехать. У меня есть экипаж. Давайте по машине. Скорострельность выше, поэтому не надо ждать 30 секунд. Да, а то и больше, чтобы прилетело туда, прилетел снаряд. А при этом боты уже с этого места убежали. Сейчас мы попробуем выстрелить, да. Первый будет, конечно, предстрелочный, скорее всего. Мы сейчас попробуем сделать что? Поставить 0,6. Пашдам, пашап. Делаем. Делаем примерно, давайте, 600 метров. Вот. Это будем считать, что справа в верхнем углу, что шевелится, это метраж. Это как бы прицелочное будет. Точно выставлять бесполезно. Мы находимся на возвышенности, поэтому точно выстрел у нас не получится. Вот. Выставили и смотрим, куда он упадет. Куда он упадет. Смотрим внимательно. Так. Значит, увеличиваем. Делаем метров тысяча. Пробуем еще раз. Смотрите, он близко упал. Так. Далеко. Делаем 800. Поехала машина, но она не успеет уйти. Потому что у нас скорострельность больше. Так. Все. Колеса мы ей сбили. Чуть подальше. Она еще едет. Сейчас мы ее добьем. То есть уже можно корректировать. Ближе, дальше. Угу. Не знаю. Скорее всего добили. Давайте по людям. Надо поближе. Сделаем чуть поближе. Выстрел. Смотрим, куда попал. Так. Чуть подальше. Значит, увеличим. Чуть увеличим. Смотрите. Они бегают, но они убежать далеко не смогут. Так как я уже пристрелялся. Видите? Все. Туда же еще один. Чуть поближе. Вот они бегут. Чуть поближе. Дадим. Ну, убежи, бежи. Все равно не убежишь. О. Так. Люди бегут. Мы их догоняем. Если бы мы стреляли по баллистическому компьютеру или этим самым, то уехало бы. Они бы убежали уже. А так им некуда бежать. То есть снаряд довольно быстро долетает. Смотрите. Бам. Все. Трупики. Можно поближе. Можно подальше. Вон еще один человек. Тут даже шандарахнем. Вот он сейчас убегает, но он не успеет убежать. Он за домом в жизни останется. Я думаю, что. Так. Теперь смотрим, да. Опять расстояние. Еще что у нас получается. И при 60, то есть при 678 метров, мне пришлось выставить 808.81. Значит, примерно на 200 больше. Ну, давайте будем пробовать теперь еще чего. О. Бежит человек. Может, туда стреляли. У нас пристреляно. Пристреляно. Должны туда же и попасть. На. Все. Трупики. Так. Это я объясню. Есть, конечно, еще стрельба другим способом. Прямая наводка. Это прямая наводка. Есть способ другой немного. Это мы, если надо чуть подальше, обычно он действует, когда далее километра от арты. Иначе он работать не будет. Вот мы сейчас найдем где километр. 700 метров не обстреляем. Выберем, не знаю, вон то строение, да, обстреляем, которое мы сейчас видим. Туда 1394 метра. Теперь смотрите внимательно. Довольно тяжело будет попасть с помощью вот этого регулирования. Мы сейчас будем стрелять немного другим способом. Для чего? Мы нажимаем кнопочку отдачи чести. То есть, кнопочка, где честь отдается. Когда человек, когда игрок снаружи, допустим. Вот. Знаете, что происходит? В правом верхнем углу начинают цифры бегать. Это идет автоматическая наводка по лазерному указателю. Вот она и идет, автоматическая наводка. Как только цифры остановятся, туда можно стрелять. Все, остановились, огонь. И смотрите внимательно. Я вожу, цифры меняются. То есть, в следующий раз попадет туда, куда я. Давайте вот тот дом. Разброс будет, конечно, большой. Но все равно попадете в тот район, куда вы хотите. Но, к сожалению, это займет довольно долгое время. Что-то около 30 секунд. Это очень долго. Вот. Можно, конечно, приловчиться, стрелять путем прямой наводки. Опять же, прямой наводки мы делаем проще. Опять делаем. Уменьшаем. Патчап. Вернее, патчдаун. Видите, я куда стрелял? Разброс, правда, большой. Сейчас мы сделаем. Попробуем 13.93. Это примерно 14.00. Выключить не забудем. Выключить. Выключаем. Той же кнопкой, а дальше чести. Выключили. Давайте будем теперь ствол опускать. Вот он опускается, видите. Попробуем прямой наводкой долбануть. Так, давайте 14.00 сделаем выстрел. Смотрим, куда прилетит заряд. Чтобы знать, увеличить нам или уменьшить. Так, увеличиваем. Увеличиваем. Метров на... Тут получается на 500 аж метров. 2000 поставим. О! Чуть поменьше. Вот мы уже пристрелялись практически. Практически. Смотрите, как они кучно ложатся. Кучно ложатся. Во всяком случае, догнать мы всех успеем. И довольно быстро. Чуть увеличим. Все. Мы тут район обстреливаем. Но при этом скорость снаряда намного быстрее. Чем, видите. Все. Три выстрела и я точно попал в цель. Где-то видел здесь автомобиль. Попробуем его все-таки увидеть. И катался. Видел я автомобиль. Катался он здесь. Т нажмем. 600 метров. Можно даже это делать без Т. Если вам скажут, вы знаете, какое расстояние. Допустим, вот таким макаром. Берете карту. Вы знаете, что будете полеокану стреливать. Ставите туда метку. Вам высвечивается, сколько туда метров. Вы знаете примерно, что туда. 773. Выставляете патч. Даун. Выставляете. Метров 800. 700 плюс 200. 900. И тогда все. Можете только кнопочки держите. Патч, даун, патч. А чтобы дальше ближе стрелять. Ищем. Я пока туда стрелял. Видел автомобиль. Хочу его найти. Нет. К сожалению, его не видно. Людей больше не видно. Никого не вижу, да? Мертвые валяются. Конечно, жалко, что нет увеличения. Уменьшения. Вот. Не вижу я автомобиля. Может быть, вы отдельно смотрите и увидите его. Но я пока не вижу. Придется стрелять. Если есть хороший наводчик, то по его данным, можете всегда стрелять. По его поправкам. А вот он автомобиль. Шандарах не в ту сторону. Вот он. Вот он стоит. Посмотрим, куда долетит. Далеко. Дальше. Дальше увеличиваем. Немного, немного увеличить надо. Немного. Иначе он далеко отлетит. Нам надо попасть вон на ту дорогу. Опа. Видите, чуть поближе. Много. Катайся, катайся. Так. Даже не могу сказать, колеса я ему подбил. Нет. Он еще катается. Все. По-моему, накрыл. О, он еще катается. Ну, ничего. А, нет, вылезли. Вылезли. Пробую добивать. Все, наверное, хана. Теперь смотрите, что немаловажно. Есть еще стрельба управляемыми ракетами, что ли, или зарядами. Очень удобно стрелять прямой наводкой. Правда, единственное, что здесь немножко. Можно вот сейчас выстрел сделать прямой наводкой. Но это хорошо. Оно очень-очень метко стреляет. То есть, куда вы направили, туда и пойдет. Можно стрелять, как и автоматическим режимом, вот этим. При помощи кнопки отдачи чести. Вот, именно туда полетит. Но, это надо же держать все время на одном вот этом здании. Будем держать, держать, держать. Тогда он прилетит именно туда, куда мы прицелились. Это заряды называются 3ВОФ-93. Вот они. Я их заряжаю сейчас. Или ЗВОФ-93, или 3ВОФ-93. Не могу сказать. Вот, допустим, танк. Давайте попадем, попробуем по танку. Стреляем. Навели как следует огонь. Смотрите, что происходит. Ооо, 77. К сожалению, 77 сюда не прилетит ракета. Это я зря сделал. Не успел я уменьшить. Опять нажимаем отдачу чести. И уменьшаем ствол. 773 метра. То есть, там 600. Делаем 800. То есть, 0,8 точка 0,0 приблизительно. И стреляем по танку. Вон он куда прилетел. Делаем вот. Делаем вот так вот. Все, сделали. Огонь. Видите? Он точно летит туда, куда я указывал. Может быть слегка, потому что мы близко находимся. Попробуем второй. Видите, насколько точно? Им хорошо воевать против техники врага. Против техники врага. Можно, конечно, если техника близко, ствол желательно повыше поднять. Два заряда осталось. Потому что, если он сверху упадет, то это будет намного эффективнее. Чем если он упадет. Плетит сбоку. Потому что ему есть время нацелиться. Давайте еще поднимем. Все. Техника уничтожена. Теперь посмотрим, как же она точно бьет вдаль. Ствол чем выше, тем лучше. Примерно под 45 градусов. Можно чуть ниже. Дом. Пробуем попасть в дом. Последний заряд у меня был. Дым, дым. Дым помешает. Дым помешает. жалко все так есть еще заряд может быть кто знает и подскажет и напишет что это заряды для чего не нужны это вот эти 53 очи 540 эти заряды говорят якобы они фосфорные но я в этом очень сомневаюсь потому что фосфорные сжигают все они даже техник не хотят прожить фосфорные не взрывается красиво эффекта от него я конечно сильного не видел чтоб люди падали так как от оскорочно фугасных возможно не правда жгут как следует давайте попробуем и все-таки на машине пострелять вот ты нажимаем расстояние 700 значит выставляем вас дам патч-ап те кнопочки находятся выше стрелок влево вправо вниз вверх может кто не знает выставляем 800 тысячу примерно от 900 чем-то и стреляем этими зарядами стреляют они хорошо готовимся сразу подправить конечно вот видите как бы взрыв прекрасно чуть добавить все это в район машины я стреляю для это некрасиво на дома вокруг даже не пытается разрушиться еще чуть увеличу то есть точности скорострельность увеличивается в разы если стрелять прямой наводкой это конечно надо учиться тренироваться тогда вы будете попадать чуть ли не на глазок чуть ли не на глазок теперь самое интересное вернее самое главное если вы все-таки вам надо стрелять дальше чем вам укажет автоматическая наводка при нажатии кнопки отдать от честь отдать допустим смотрите сейчас мы попробуем стрельнуть дальше ну вот наводим на дом бегает пить а если дальше вот они остановились значит выстрел должен произведется дальше чем у вас есть возможность дальности стрельбы для этого мы нажимаем букву f буква f это выбор дальность нажали букву f стрелки дальше побежали вот тогда уже можно туда будет стрельнуть стрельнуть если циферки вы навели дальше 1000 метров от допустим вашей артиллерии но циферки не бегают попробуйте f нажимать пока они не забегают видите побежали выстрел вся будет разброс большой и время ожидания прилета зарядов очень большое лучше прямой наводкой и поближе полтора километра два километра вполне реально стрелять вот допустим проверяем до города два километра приблизительно до мы нажимаем чтобы убрать автоматическую наводку отдание чести кнопочку мы начинаем уменьшать уменьшаем прицелочный сделаем у нас возвышение чем дальше тем больше цифры должно быть угол наклона больше я еще толком не разобрался как я только могу примерно уже на глазок так это 900 метров переборщил я поставим два с половиной километра то есть 25 выстрелим поправим почти два километра заметьте то есть это будет стоять вышка вы можете прицелиться и и снести довольно быстро и успешно видите о я почти угадал чуть увеличим и мы уже обстреливаем город обстреливаем город можно корректировать уже судя по обстрелу дым 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 зачем нам дым вот сейчас я все растратил поэтому и ты посмотрите вот эти сейчас все заряжены 53 в.д. 546 это дым это дым это заряды дым то есть если вам надо пометить цель для артиллерии или задымить противника чтоб он увидел как вы подходите пожалуйста дыма полно ну и последние заряды что еще зарядил в правом верхнем углу видно это эвс 23 это освещение для ночного видения то есть если у вас включено ночное видение и происходит ночь то эти заряды они летят и освещают вам территорию наверное все я рассказал все что хотел и мог может быть очень быстро говорил но всегда можно это дело повторить дабы немножко понять все таки основу стрельбы с артиллерией и поменьше пользоваться баллистическим компьютером потому что при баллистическом компьютере вот смотрите да расстояние более 100 тысячи метров вот этот круг 1000 метров наша арта 1000 за 1000 можно стрелять и сюда разброс очень большой составляет разброс рассеивание 202 метра то есть если вы поставили здесь кто-нибудь из вас каталаки поставили точку арта здесь то есть техника здесь вот смотрите куда она попадет то есть 200 с чем-то метров ваш разброс то есть на 100 метров он улетит заряд может улететь заряд от заданной точки но если вы будете стрелять прямой наводкой это уменьшится в разы в разы уменьшится а если сделать еще и дальше вот это как раз вот это вот меняет вот это вот буква F меняет вот эта дальность и смотрите нам надо далеко стрелять очень многие любят стрелять далеко теперь посмотрите внимательно какой будет разброс разброс рассеивание 524 метра это это вы не попадете это 250 метров то есть если вы стреляете в церковь то не факт что вы туда попадете а попадете можете вот сюда если стрелять и церковь можете сюда попасть не как вот представьте а тут у вас уже находятся союзники в этом районе все вы уже виноваты на вас уже ругается кричат вы считаете что несправедливо вы хотели помочь но в итоге только навредили поэтому проще будет сюда согнать артиллерию к этому городу выбрать возвышенность чтобы видно было более-менее расстояние примерно двух километров не знаю можно все так все всем спасибо всем спасибо до свидания